Здравствуйте, я снова вас приветствую на своем канале Здоровье и Красота от Морковки. И в этом видео я с вами хочу поговорить о том, как лошади могут влиять на наше здоровье. Дело в том, что влияние лошади на здоровье человека было известно еще с незапамятных времен. Сфера ее влияния позволяет человеку улучшить не только свое физическое состояние, но и умственное, эмоциональное, психологическое и даже духовное. Также хочется отметить, что температура лошади выше, чем у человека от 1 до 2 градусов, что оптимально прогревает человека, который ездит на этой лошади. А это, в свою очередь, укрепляет иммунитет, который борется с различными заболеваниями. Также есть определенные наблюдения. Лошадь не только может согреть своим теплом человека, но и одарить его своей биоэнергетикой. Энергетика лошади выше, чем у человека. А вот биоритмы человека совпадают с биоритмами лошади, что также позволяет человеку легче избавляться от различных заболеваний. Поэтому считается, если на лошади поездить 10-20 минут, то это улучшает общее настроение человека и укрепляет его здоровье на целый день. Поэтому люди, которые постоянно ездят на лошади, имеют крепкое здоровье и психологическую устойчивость к различным стрессам. Также хочется отметить, что при езде на лошади, особенно когда лошадь движется рысью или голопом, происходит определенная встряска всего организма, которая, между прочим, помогает не только укрепить внутренние органы, улучшит кровообращение в тазу, но и даже помогает похудеть. Поэтому, если вам грустно или у вас нестабильное здоровье, пообщайтесь с лошадью, покатайтесь на ней, погладьте ее по гриве и посмотрите ей в глаза. Все это создаст незабываемое впечатление и ощущение, которое не забудется никогда. А вот насчет опасности лошадь, которая может нести здоровье человека, заключается в следующем. Никогда не вставайте сзади лошади, потому что она может легнуть. Она не только может покалечить, но и даже убить. Также лошадь не любит, когда ее обижают, поэтому если разозлить лошадь, то мало не покажется, так как она может не только откопытить, но и даже покусать. Также надо помнить, что на лошади могут завестись различные кровососущие организмы, такие как клещи. Поэтому, прежде чем сесть на лошадь, сначала ее надо вымыть, почистить, приласкать и все, лошадь готова, для того, чтобы на ней прокатились верхом. И в заключении хотелось отметить, что максимальная польза от лошади достигается тогда, когда вы ездите на ней без седла. А на этом все. Будьте здоровы, оставляйте ваши комментарии и до новых видео. Пока!